Всем привет, дорогие мои друзья и в хорошем настроении. С вами Рэй. Продолжаем играть в игру Хастл Кастл. Так, победа, победа. 24 кубка. Хорошо. С чего начнем? А начнем мы, наверное, ни с чего. Че такое-то? У меня манна полностью забита, яблоки полностью. Блин, надо чуть-чуть потише сделать. Вот так вот будет получше, я думаю. Ладно, давайте тогда мы с вами заберем хотя бы сундучок для начала. Открываем. Так, в сундуке находится... Понятно. Ресурсы. Это значит яблоки и все тому подобное. Так, у нас портал-то закончился еще или нет? Портал еще есть. Можно, в принципе, даже пробежаться хотя бы на один кристалл. Насобирать себе на темный. Так, где мой 59 уровень? Побежали. Давай, по-быстренькому это все дело сделаем. Шикарно. Так, следующий у нас вот... О, скелетики. Никчемные. Да падай ты уже. Так, ага, аргоний. Ну ладно. Сейчас мы его тоже завалим. И осталось всего две волны. Все, отдыхают, ребята. И паучиха. Давай, выходи сюда. На смертный бой. Смотри, мага все-таки меня уронила, а? Говнюха. Забираем свои кристаллы. Темные души, точнее. Да, за 5 390. Представляете, да, сколько будет? Это 29 тысяч кристаллов. Обалдеть. На них можно так затариться. Неплохо. Но мне жалко денег. Недавно и так тут чуть-чуть донатнул. Своим персонажем поднял уровни до 90-го. Чтобы слишком долго не тянуть. Так что так. Значит, у нас еще яблок до сих пор полно. Ну что, опять что ли портал? Ладно, ребят, давайте мы... Я сейчас это сделаю в тихушку. И продолжим уже хотя бы, когда я потрачу здесь кое-что. У нас еще, кстати, должен быть билет, насколько я помню. Да. Так что пойдем даже с вами на аренку сегодня сыграем. Так, ну что, продолжаем, ребята, играть с вами в Хастл Кастл. Немножко яблок я слил. И теперь вот думаю, знаете что? Что нам надо поставить с вами оружие. Будет это у меня, наверное, все-таки на воина. И сделаем мы с вами легендарку. Так, все у нас есть. Создаем. Два дня, 23 часа. В принципе, недолго. Посмотрим, что у нас получится. Ну давай, ты уже не томи. 13 секунд осталось подождать. В данный момент я на 11 позиции. Мне это не очень нравится. Но тут, поверьте мне, игроки такие довольно серьезные. Накала. Сэп. И куда меня переместят сейчас? И у нас будет, кстати, вторая фаза. Ага. На четвертую позицию я упал. Так, сильный. Ну, вот этого можно, в принципе, попробовать, да? Легендарка у него есть. Две даже. Давайте рискнем. Нам, как говорится, все равно терять нечего. А если победим, то продвинемся, естественно, выше. Ну, я вам скажу. Так, отлично. Здесь завалили. Блин, маги, не подведите меня. И лучника сносим, сносим. Все, шикарно. Должен получить 68 очков. Это довольно неплохо, я считаю. Ну и, судя по всему, ребят, я, наверное, перемещусь или на вторую, или на третью позицию. Тут одно из двух. На первую мне, когда Китай раком. Ладно, полтора минуты у нас есть. Давайте с вами посмотрим по шмоткам, что у нас тут такое. Слабовато будет. Не будем пока менять. Здесь тоже пропускаем. Слушайте, я даже думаю, может быть, эту редкую броню разобрать. Она нам ни к чему. Здесь даже вообще говорить не о чем. Против легендарки она не выстоит. Давайте, наверное, мы все-таки ее будем бахать. Нам синий кристалл нужен. Я заодно потом закажу себе какую-нибудь эпическую шмотку. Согласитесь, это лучше, чем будет этот хлам у нас здесь лежать. Все. Редкая броня тоже разбирается у нас. И мы сейчас с вами. Вот эту тоже надо. Никчемная она. Редкая броня на лучника. Так, с кольцами мы пока, наверное, потерпим. Вот, я думаю, насчет булавы. Я с ней уже поиграл. Она мне не особо понравилась. Так что давайте, наверное, ее тоже разберем. И вроде бы как все. Посох мы этот оставим. На 93 уровень я пока не могу носить, потому что не хватает левла. Редкий молит оставляем. И колечко на 10 тоже мы оставляем с вами. Вроде бы пока и все. Ну что у нас там по времени, ребята? 34 секунды осталось ждать. Нас, естественно, сразу поменяют. И посмотрим, на какой позиции мы с вами окажемся. Так, я победил Влада. Ну, я не вижу, чтобы меня кто-то побеждал. Как вы видите, я нету в списках побежденных. Хорошо. Ну, поверьте мне, доберутся еще и до меня. Ну, на первом месте Атлантида. На втором Биберева. Ну, это по кланам я имею в виду. Там Хрю, Влад. Ну, давай, давай, давай. Быстрее, время, проходи. Так, отлично. Смотрим результат. Ну, не томи ты, елки-палки. Ох, ело-моё. Я даже на первом месте. Но я вам скажу одно, ребята. Сейчас удержаться здесь будет очень-очень сложно. Да, в принципе, можно его одолеть. У него только эпические шмотки. Понеслась. Мы против Макса. Так. Ага, вояка упал. Ух ты. Маги падают. И два лучника тоже отдыхают. 45 очков я получаю. Почему-то очень мало. Меня это не устраивает. Упаду я стопудово говорю. Опять же, наверное, на четвертую позицию или на вторую. Так, смотрите. Вот, я победил Макса. А меня, опять же, пока здесь нету в списках. Значит, на меня никто не нападал. Ну, что же. Это хорошо, с одной-то стороны. Но они... Смотрите. Рэй побеждает Влада. Ну, они тоже дерутся. Они просто так не стоят на месте. Давайте с вами, пока у нас есть время. Хотя нет у нас времени. 25 секунд там осталось ждать. А, одна минута, 20 секунд. Блин, я посмотрел на нижнюю строчку. Ладно, ребята, не пойдем. Мы сейчас с вами в портал. Хотя, в перерывах я это делаю. 15 318 у меня темных душ. 68 уровень у меня предельный сейчас в данный момент. Мне нужно 49 тысяч. Почти 50 тысяч, чтобы получить легендарный предмет. Я буду колечко, как я уже и говорил. Фармить на него. Ну что, давайте глянем, что у нас там происходит. А, нет. Давайте вскроем с вами сундучки. Яблочки нам нужны. Так, и сразу же следующий. Хорошо. 90 тысяч яблок мы получаем. И у нас 358 тысяч еды. Это уже что-то. Я надеюсь, мне хватит яблок. Я еще придется мне докупать их в магазине, чтобы набрать определенное количество душ. 27 секунд. Ждем, ребята. Ну, стоподово говорю, что меня сейчас понизят здесь. Поэтому по рейтингу. Лишь бы не упасть на четвертую строчку. Так, смотрим. Видите, пока не видно, чтобы меня кто-то атаковал. Ага, чисто. Ладно, есть шанс, наверное, удержаться. Все, последние секунды у нас идут. Ждем. На третью позицию упал я. Блин. Мне его не одолеть. Я вам точно говорю, ребят. 611 тысяч силы, а здесь 594. Ух ты. Не знаю. Может попробовать? Нет, давайте вот, наверное... О, Сеп. Нифига, он упал. 529. Я его не могу атаковать. Хрю. 645. Черт подери, блин. Я знаю, что если я нижних буду атаковать, я точно свалюсь. С пьедестала. 657. Да что ж такое-то? Вот. А, не могу. Ну, давайте вот этого. 476. Сам себе подписал приговор на понижение в рейте. Но, как сами видели, все уже практически разбиты. Были мной слабенькие. Так, тихо, тихо, держитесь, ребята, держитесь. Все, остались два лучника, которые тоже падают. И получаю я 41 турнирное очко. Но это, это очень мало. Очень мало. И я, наверное, все-таки упаду с тройки лидеров куда-то на нижнюю позицию. Так, ну что же, у нас время еще есть. Теперь я уже, наверное, точно, ребятушки, смогу сходить на портал. Фармлю я сейчас в данный момент 62 уровень. Ребята, до этого я фармил 59. Так что, давайте посмотрим, как у меня это все происходит. Дело. Эти упали. Упали. Слушайте, здесь довольно все легко и просто. И причем я получаю 700 темных душ за один бой. Это довольно неплохо. Практически тысяча. Пробовал я, конечно, и верхних бомбить. Но там очень много приходится тратить воскрешалок, ледянки. А это мне ни к чему. А здесь я практически прохожу на одном дыхании. Все, зашибись. Давай, толстяк, иди сюда. Это, кстати, главный босс. Смотрите, ну ватоватый. Все, упал. И получаем с вами... Да, тут почти 750 темных душ. Так что, мне этого пока хватает. 16 секунд у нас до следующей фазы. И сейчас будут показывать победителей. А, нет, ребята, не победители. Че я вру-то? Это у нас только четвертая. Значит, еще одна будет. А это говорит только об одном, что у нас есть шанс отличиться. Давайте, показывайте результаты. Ну что ты так долго думаешь там, а? Куда я сейчас упаду? Оу, на пятое место, ребята. Так, смотрим. Вот есть только этого пробовать. Выбора нету. Мне пришлось. Понеслась. Черт подери. Оу, как тут все плохо, ребята. Да. Вот тебе и победа. Меня разобрали. Я вообще не получаю никаких очков. Все. Это полный крах. Я что-то расстроился даже. Я упаду на самую нижнюю там позицию. Тьфу ты. Ладно, ребята. Время у нас есть. Давайте-ка с вами, наверное, заглянем в портал. И опять же будем разбирать с вами 62 уровень. Да пофиг мне. Давай добавим магию. С которой у меня вообще проблемы. Ее практически нету. И манны нету. Жесть какая-то. Ну, давайте одолеем еще разок. Да, это же сколько мне еще нужно? Почти 40 тысяч темных душ нафарбить. До колечка. Ну, я думаю, оно того стоит. Лишь бы по уровню мне подходило. Так. Сундучки упали. Мышка. Хорош тут вякать. Пора тебе спать ложиться. Отлично. Здесь у нас кто? Кстати, все время, ребята, здесь меняются враги. Постоянно. Не бывает, чтобы они были одинаково. Боссы остаются. А враги именно. Они меняются периодически. Когда-то танки. Когда-то маги. Когда-то стрелки. Все. Ожидайте завершения турнира. Черт подери. Ну, что ж. Давайте посмотрим, куда меня выкинут. Так еще 40 секунд. Ёлки-палки. Что-то вы рано предупреждаете об этом. Но, тем не менее, у меня накоплено 200 очков. Ареновских. Не знаю, что я за них смогу купить. Да, наверное, ничего. И, кстати, я так понял, ребята, это нам дается целый месяц, да, за этот сезон. И мы вот сколько накопим с вами очков. И если, например, 5000 или 10, то только тогда, в том случае, мы сможем с вами купить. Ну, а если, например, мы не успели их потратить или накопить, то, наверное, они все-таки сгорают. Наверное, так. Как в портале. Только в портале 2 дня дается. Ну, почти 3. А здесь месяц. Ну-ка, показывайте, куда у меня выкиньте. Да что ж ты так дул? Да, ребята, на 10-ю позицию. Это полный крах. 350 очков у меня. Ареновских, как вы видите, в общем количестве. Выполнять ежедневки можно, в принципе. Тогда я еще получу билетик. 50 очков забираем и сундук. Давайте глянем, что нам в сундуке выпадет. Всякая ересь. Ну что, вот, в принципе, и настал момент истины, ребята. Будем сейчас с вами покупать колечко. Наконец-то я накопил на него темные души. Давайте посмотрим, что нам дадут. А ну-ка. Давай-ка в магазинчик, конечно же. Легендарное кольцо. 90-93. Погнали. Игрушка Архимага. Урон неплох. Крит и уворот. И требование 92 уровень. Ёлки-палки. Ребята, у меня нет персонажей с 92 уровнем. Придется его пока отложить и ждать, когда они у меня раскачаются. Это будет, поверьте мне, еще очень и очень не скоро. Ладно. Сделаем небольшой перекурчик и продолжим. Ну что же, дорогие мои друзья. Вот и кончился наш перекурчик, как и мой поход в портал на сегодня. Я заработал себе на эпическое оружие. Давайте смотреть. 86-89. Отлично. Как раз укладываемся в пределы. Исполнение желаний. Сила магии плюс Крит. Ага. Это для боевого мага. Замечательно. Давайте теперь посмотрим, кому можно его поставить. Начну я, пожалуй, со своей барышни. У нее посох слабенький. Вот этот. 66 уровень. Ах ты, елки-палки. Оказывается, эта сфера у нас на 88-й. А она у меня 86-й. То есть, соответственно, не подходит. Жаль. А здесь у нас что получается? Ну, как бы есть. Есть смысл, да. Мы по силам магии выигрываем. А вот здесь. И здесь, кстати, тоже мы выигрываем. Только здесь у нас воскрешальщик. А здесь у нас боевик. Даже не знаю, стоит ли менять. Может быть. Блин. Вот этот вот тот посох, конечно. Так, подожди. Вот здесь вот. На 81-й уровень, да? Да, на 81-й. Черт, как же так, а? Я бы, конечно, ей поменял бы. В этом был бы, по крайней мере, смысл. А так, мне придется кого-то решать. Либо рез, либо хил. Вот теперь дилемма. У кого удалить, а? Можно, конечно, сделать на шару. Поменять более слабое оружие на сильное. Но тогда мы с вами лишимся поддержки. Может быть, вот этой красавицы. Она у меня резальщик. У нее 75-й посох был. Ну, слушайте, довольно неплохо она выросла у меня по силе. Благодаря этой сфере. Ладно, наверное, мы так и оставим. В последнее время в моих комментариях очень много пишут, когда же я пройду все-таки последнего босса. Давайте мы сегодня этим и займемся. Смотрите, у него 500 тысяч, у нас 620. 150 тысяч яблок. Хорошо, будем тратить, ребята, конечно же. Возьмем с собой ледянку. Закажем пробник. И попробуем, ну, перевес все-таки в 120 тысяч силы. Должны, в конце концов, мы его накумарить. И вот он выходит, красавец. Так, я ускоряться не буду, ребята, чтобы было все помедленнее. Надеюсь, мои хилы меня не подведут. Ой, граф вышел. Хе-хе. Смотрите, вообще чухонец полный. Мы его практически вообще без потерь расколбасили. Ну, что ты там, твердыня, повелителя бездны. Давай, посмотрим, насколько ты крепок. Ага, а вот и Морталис появился. Заморозим его, потому что у него скелетики. Слушайте, какой-то ватный Морталис. Неужели я так раскачался, что теперь практически непобедимый? Хе-хе. Смотрите, половину жизни я уже отнял у повелителя. Причем он что-то там тупит, спит. Ага, вот и шром вышел. Со своими деревяшками. Конечно же. Конечно же, ребята, нас спасает заморозка. Главное, чтобы у меня никто не упал. По-моему, если я не ошибаюсь, я с собой не взял все-таки рессорочка. Так что будем терпеть. О, да он... Ага, вот Аргоний. Так, чтобы не выделывался, тоже так же сделаем. Черт, будут рессать или нет? А, рессорочка нету. Ну, давайте, маги. Вся-вся только на вас надежда. Блин, тут еще этот вылез. А как так-то? Ну, падает уже. Есть, ребята! Вот о чем я вам говорил. Вы этого ждали, и я вам это сделал. Так что можете поздравить меня. Проклятие! Моя армия разбита! Я ухожу, но я еще вернусь, чтобы отомстить. Принцесса Оливия, позвольте проводить вас к законному жениху. Хорошо, но пусть знает, что ему следовало освободить меня этот глав на 7 раньше. А значит, никакой рыбалки, никакого футбола и видеоигр на 10 лет вперед. Ну, спасибо тебе, Оливия, а! Вот это ты меня отблагодарила! Так, и у нас тут. Я думаю, не стоит писать о том, какого масштаба услугу я, как полководец, оказал этому миру. Повелитель бездны повержен, а я скромный герой. Отойду в сторону и даже на статуе из золота настаивать не буду. Победа свершилась, Донни герой, Донни молодец, армия Дональда. Впрочем, со статуей-то, может, и не такая плохая идея. Надо же, чтобы потомки помнили. Не верится, я свободна. А ведь я как будто начала привыкать к мысли, что это навсегда. Даже скучать буду по повелителю бездны. Ах, повелитель моего сердца. Шучу! Хэштег свобода! Ребята, у меня совсем закончилась губная помада. Ни у кого в вашей экспедиции нет с собой? Мне хочется писать так же по-детски, как пишет Дональд. Но груз мудрости и прожитых лет останавливают. Хочу лишь сказать, что это самая радостная моя заметка за все времена. Поздравляю вашего лорда с великой победой. Принцесса Оливия и ее отец и другие плененные спасены, а повелитель бездны повержен. Я отомчу! Ну что же, ребята, вот мы с вами и прошли игру Хастел Кастел. Можно на этом и завязывать, наверное, да? Оу, нам еще выпал эпическая броня на 81 уровень. Я, пожалуй, ее оставлю себе на потом. Так что, ребятушки, если вы, конечно же, хотите видеть, как я буду играть дальше, пишите мне в комментариях. А так, по сути, мы прошли с вами игру. Ну что же, тогда я буду завершать на этом свой выпуск. Вам всем большое спасибо за просмотр. Всем тем, кто был со мной все это время. Так что давайте, все зависит от вас, от ваших комментариев. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok